Уже десятый год в селе Подтверью работают мастера, которые прославили регион на весь мир. Их инструменты в руках американских, бразильских, корейских музыкантов. Есть они даже на Мадагаскаре. Как человек без профессионального образования начал свое дело? Наш корреспондент Наталья Чекин подготовила специальный репортаж. Село Пушкино Калининского района всего в 30 километрах от Твери. В 2012 году, переехав из Санкт-Петербурга, Сергей Горчаков решил здесь начать свое дело по производству гусли. На вопрос, почему именно они, Сергей отвечает по-философски. Я выбрал гусли, а гусли выбрали меня. Просто этому инструменту нужно было проявиться в этом мире, и я подходил на эту роль. Ну а если более материально, то захотелось сделать что-то своими руками. И первое, что я начал делать из музыкальных инструментов, это гусли. Не имея какого-либо музыкального образования, Сергей сам начал искать способ изготовления доступных по цене и правильного звучания гусли. Под мастерье взял себе местного 14-летнего школьника. Так все и началось. Стал экспериментировать, советоваться со специалистами. И так, со временем гусли начали получаться и уже не уступали по качеству и звуку профессиональным инструментам. Однако на рынке гусли Сергей еще отличает и собственная технология быстрого изготовления инструментов. Это позволило сделать инструмент доступный, и мы смогли производить со временем большое количество инструментов. И в общем, человеку не нужно было ждать месяц, два, год заказа, как он ждал до того, как мы появились. На протяжении многих веков гусли считались символом в Руси. Гусль – одна струна, а гусли – совокупность струн. В мастерской инструменты делают разных форм и видов – крыловидные, шлемовидные, лерообразные и звончатые. Шлемовидные гусли. Их ширина примерно 90 сантиметров, то есть это большие, как правило, инструменты. Если мы хотим низкий строй, достаточно достичь. То есть первая струна у них, счет ведется от длинной струны на гуслях обычно, она настроена, как третья струна гитара. И она длиннее нее, что самое главное. То есть звук здесь интереснее, качественнее. Инструменты изготавливают из трех основных видов древесины – ольхи, кавказской ели и бука. Также используется палисандр и черное дерево, в редких случаях клён. К слову, как ни удивительно, изготовление гусли начинается не с формы, а со струн. Чтобы нарисовать гусли, нужно сначала нарисовать струны. И самое главное – понять их звукоряд. Вот с этого начинается хороший звук. Далее это струны, и далее это дека. Если она правильно отстроена, правильно соединены ее детали, правильная сборка именно, то есть здесь сборка имеет значение, то инструмент будет звучать хорошо. Изготовление инструмента только на первый взгляд кажется простым. Но для правильного звучания гусли необходимо строго соблюдать технологию. Доску выдалбливают изнутри фрезером, затем к ней приклеивают деку, которая дает основной звук инструменту. В корпусе прорезают резонаторный и отверстия под колки и струнодержатель. Отрезают заднее крыло, покрывают лаком и натягивают струны. Все, можно настраивать гусли и играть. Эй, не смотри, ты так надменно и хитро, ведь я и есть антграунд, ведь я езжу на метро. Но если ты устал, то назло себе и мне. Давай, давай, камон, трясись как жли. В истории производства в 2018 году произошло событие, которое чуть ли не перечеркнуло все сделанное за прошедшие годы. Случился пожар. Погибла почти вся мастерская, кроме спасенных материалов. Их успели вытащить, когда все горело. Уничтожены огнем были и наработанные шаблоны, по которым создавались гусли, авторские технологии. Но как феникс из пепла, производство гусли удалось восстановить. В том числе благодаря поддержке неравнодушных граждан. Переломный момент был как раз, когда после пожара пошла отдача от людей. Когда у меня в течение нескольких месяцев мне каждый день звонили, писали про нас, снимали репортажи, переводили деньги. И мы поняли, что у нас нет выбора. То есть нам в любом случае надо это все восстановить, возродить и сделать еще мощнее, чем было раньше. И с этой задачей Сергей Горчаков и его команда справились. Сейчас на производстве трудится около 40 сотрудников. А тверские гусли отправляют покупателям по всему миру. Кажется, что на любом континенте есть инструменты, произведенные в селе Пушкино. Действительно покупают по всему миру. На втором месте покупает Америка. Хотя мы делали ставку в свое время на Европу. Но вообще наши инструменты есть, наверное, уже практически на каждом материке. И покупают и в Японию, и в Китай, и на островы Мадагаскар отправляли, и в Африку. То есть гусли потихонечку завоевывают этот мир и объединяют людей. Кстати, как говорят мастера, гусли – один из самых простых в освоении инструментов. Научиться на них играть просто и никакой нотной грамоты знать не нужно. Освоить азы можно всего за один час. Оп! Не-не-не, промахнулись. Все, я поняла. Помимо изготовления и продажи, мастерская также занимается реконструкцией старинных инструментов. Сергей Герчаков говорит, что здесь не просто производят гусли, а создают среду, которая интересна и вдохновляет людей. А в дальнейших планах у основателя мануфактуры – реализация проекта гусельного подворья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова